Музыка Всем привет, с вами доктор парадокс Мы продолжаем играть в амнезию Машин фо пикс И продолжаем ходить по этому непонятному заводу И по-прежнему мы не понимаем, что происходит Вообще Ну, ладно Написка 11 октября 1899 года Используя малые дозы производной опия Мы внедряем в питание новейшие познания в химии Чтобы подчинить продукт еще до начала процедуры Когда мы тащим их из загона на конвейер Они меньше паникуют, снижая риск Повредить оборудование других или себя Этот участок ленты покрыт резиной И хорошо освещен, чтобы подбадривать продукт Мы также обнаружили, что разумная расстановка Граммофонов и простых усилителей звука Вдоль конвейера позволяет еще больше Успокоить продукт Для этих целей особенно хорош Дебюси Так Прикольно здесь надпись такой возникает Переводить не надо Внимание Насос использует летучие химические вещества В качестве топлива Обращение с едкими средствами только в защитной одежде Не поддается Ой-ой-ой Ой, твою мать Ладно Не поддается Так, то же самое написано Это поддается Фу, блин Ой, и что? Это вообще что было? Кстати, в первой части тоже Болит уши свиней Я в одной серии даже за ними прятался Над монстром Но там это не было Какой-то частью сюжета Там мы что, можем на улицу так выйти? Прикольно Здесь какая-то небольшая подсобка Опять дохлая крыса И всегда еще лежат по три 28 сентября 99-го года Представьте, говорят они Машину, которая однажды будет мыслить как человек Как будто это необходимо Можно едва ли не хвастать созданием человека Который плодится словно свинья Мужчина и женщина на четвереньках Одержимые бездумной страстью Извергают на улице свои соки По переулкам и канавам Ручьями льются отходы их сношений Воздух полнится страстными поскуливаниями Тела залиты собственными выделениями Мы создали мир, где человек настолько пал Что готов пролить семя даже на прохожих И все же это то состояние, к которым стремился Бэбидж Нет, это не та машина, что мы ищем Подобная сущность должна быть самая меньшая божеством И мы бы простерлись ниц и славили бы его Мы вояем богов не для того, чтобы они припирались и предавались разврату Они будут существовать, чтобы очистить мир и освободить нас Я отвергаю Бэбиджа, как я отвергаю облеченных властью Пусть свиньи спариваются по канавам, пока могут Скоро мы подберем их и облегчим им восхождение Что? Вообще За бред А вашу ж машу Так что, насосная станция Это кажется какая-то забравочная станция Я видел автомобили на заводах мистера Ярхама и мистера Саймона Но здесь очень странный запах Это не бензин, в этом я уверен Здесь все свидетельствует о том, что эта машина каким-то образом очень важна Заправочная станция Так, ладно, там что-то мешает, какие-то ящики Но у нас есть окно Так что Ой Здесь Если не подается, то я уже забыл Только вылезаем Посторонний вход запрещен Обращаться на проходную Так, даже это переводит Бойкот Скажем нет свиной вони на наших улицах Требуем закрытия завода Мандуса То есть мы сейчас, ну, нашу герою Амнезию Мы даже вообще ничего не знаем об этом Тут постепенно понимаем, что это вообще наш завод Что же на самом деле здесь делали Что делал Мандус сам? Духовенство Церковь соединяется с заводом, как странно Но это намекает на другой путь в главную часть комплекса Учитывая запертые двери вокруг заправочной станции При этом грузовик преграждает мне дорогу, как будто диверсант знал, что я могу подумать об этом запасном входе График доставок Как спрашивается, нам уложиться в график, если даже простейший из нашего оборудования не делает то, что должно Эти проклятые новомодные грузовики не проезжают на своем бензине и доли пути, что могла бы покрыть моя старая кляча Бригадир говорит, что все в порядке, что за стенами завода полно заправок Но в конечном итоге приходится на горбу тащить клятый бензобак от грузовика до заправки А тот, что в кладовой, опять пуст Я что, должен целый день крутить ручку, чтобы потом обнаружить, что бак пуст? Докати себе но к чертям Хватит на сегодня работы, пора спать Все равно никому не нужно на это проклятое кладбище Гарри, если что, встретимся с тобой за кружкой в Демсон Темплар Так, церковь святого Данстона Ой, что-то мне так повернулся, показалось, кто-то стоял Силуэт какой-то Начинается, в общем, я сейчас будет на каждом углу что-то казаться Буду бояться любого шороха Перевозка химических средств, внимание, едкое вещество огнеопасно Странный контейнер Кажется, эта канистра подойдет к тому бензонасосу, который я видел раньше Тот же ужасный запах Я не стану думать об увиденном И не стану пристально усматриваться в тот темный машинный зал Вырисовывается более важная задача и возможность добраться до святого Данста Так Здесь не поддается Хорошо По-видимому Нужно это взять с собой Так, блин Здесь что? Ничего Тупик, да? Где какой насос? Так, извиняюсь, у меня Звонит телефон Так, продолжаем Так Чуть баг не забыл Сторонний вход запрещен, обрещен Да Так Ой Чуть не уронил, на льду подхватил Ну что нам Блин Обратно лезть-то надо Похоже Да, я вспомнил Вот же, да? Насос Так, хорошо Приходится, чтобы Ой Ой Оно не спустится Сюда Тихой Я думал Уже все Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Блин Да Твою мать Экшен Экшен Начался Экшен Начался Что? Что ты пишешь? Быстрый доступ. Дорогой милый бог всех блаженных и смиренных. Я должен проложить себе путь к спасению. Схватить этот контейнер с его вонючим содержимым и покинуть это... Блин, это место до того, как сюда вернется, это почти человек. Я отправлюсь в церковь, ведь эта мерзость уже точно не сможет ступить на священную землю. Вашу мать, я забыл, блядь, за бак. Бак этот. Грёбаный. Кусмел, он не ломится больше? Слава богу, блядь. Ох. Ага. Блин. Подожди. Мы что тут не завершили дело? Ё-моё, я как... Рванул, даже всё забыл вообще. Так. Койно. Слышали, как наш герой чуть не визжал. Тоже лучше передано так. То есть герой тоже ощущает... ...себя как игрок, в общем-то. То есть как в Outlast больше сделано, чем в первом низе. Так, давай. Так, давай. Так, блядь. Да, блин. Какого фига-то? А, а, да, точно, неожиданно. Спереди было... ...надо было заводить раньше. Так, блядь. Так, блядь. Возьмите. 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 Да, мои дорогие. Конечно, мы можем. Возьмите. Ухи-хи-хи. Тут мёртвые свинины на кладбище валяются. Капитан очевидности. Так, ладно. Входим в церковь. Что за звуки, блин? Они тут что, полусвиней, полулюдей, что ли, делали? Я что-то не пойму. Скоты Библии. Эти глаза, как небо на закате. Моя любовь приходит в белом платье. Мы идём в припрыжку. Нас шатает от ветра. Я нежно хватаю её поросячьи корока и вхожу в её фарфоровые бёдра. О, Господи. Так. Что за стихи тут? Церковь Святого Данстона. Я помню, как мы сидели здесь, одетые в чёрное. Мы оплакивали, молились, склонив головы. Как же я тогда ненавидел Бога? Как я отвергал его? Если это наш Бог, это свинья, которая отнимает у меня жену, то я отказываюсь принять его объятие. Я выражу нового Бога для нас всех. Какое сумасшествие! Я был таким дураком. Если бы весь этот богохульный бред оставался внутри меня, я был бы обречён. Но даже здесь я чувствую пульсацию машины подо мной. Я знаю, что мой путь ждёт меня. Так, и здесь тоже. Это вообще в разные места ведёт или... Да, в разные. А, нет, нет, нет. Это похоже без разницы. Так. Тихо. Ну, блин. Епона, мать. Епона, мать. Чё тут творилось? Они реально поклоняются к каким-то свиньям. Фу, блин. О! Это я даже не знаю. Это, наверное, даже было оскорбительно для христианства. Сделали так. Не поддаётся рычаг. Кто на органе играет? Кто хулиганит? Всё. У них прямо церковь есть. Такая. Капец. Короче, вторая часть амнезию в религиозную тему ушла. То есть, похоже... Похоже, будет что-то типа Сайлент Хилла. Ну, и имеется в виду... Как первая, третья часть. То есть, на эту тему. Дневник отца Иеремии. Первое октября. Они стекаются сюда, где когда-то я ходил среди них, неся спасения. Сейчас же, влекомый... Теплом среди зимы, пищей, что раздаёт мандус, они заполонили мою церковь и берегли меня от разорения. Он идёт мимо них, и они едва ли не боготворят его. Он не даёт им работать на своих заводах, утверждая, что его рабочих специально учат обращаться с новыми машинами. Что рисковать жизнью неподготовленных прихожан было бы безответственно и неэтично. Путешествие в Мексику изменило его. Достойно восхваление то, что перед лицом ужасной трагедии, зачастую прикованной постели, он находит силы на величайшую благотворительность во всём Лондоне. Невзирая на то, что стал основным поставщиком пищи в округе, он раздаёт плоды трудов своим беднякам, а они в ответ становятся его верноподданными. Так, мы, получается, вернулись. Так. Тихо. Тихо. Совсем по-другому игра, кстати, ощущается, вот реально вообще, когда не нужно искать всё время масло для фонаря, экономить. Можно вообще всё время его носить. Блин. Вообще очень круто. Так, так что? Так. Как-то вообще странно. Короче, не подаётся. Нифига не подаётся. Так. Так. Жесть, сколько здесь свиней, что здесь вот, вот эта вот свинья висит. Представляете, какая вонь здесь. Капец. Жесть. Хе. Жесть. Это типа местная, я так понимаю... Это самая, Мария. Сына Божьего, да? Это величина, блин. А-а. Это... Играет. Это я, вон. Это... Дай. Оле... Дай. Играет. Кстати, я забыл В одной записке-то Брененбург упоминался Так что Отсылки все-таки есть Да, как я и говорил 23 ноября 1999 Две свечи, покорившиеся воле Центрального Святого Отбрасывают свет в углы часовни Я думал, что могу доверить тайну отцу Иеремии Но он оказался таким, как все А потому старый священник отправился в загон со своей паствой Он сказал, что вступит в наш мир вместе с ними Настоящий пастырь Так, ну и что мы здесь делаем А, понятно, да Какой-то тайный проход здесь, по-видимому Зашифрованный ключ Какой-то механизм Секретный и адский, несомненно Отсутствующий подсвечник является ответом Но зачем это понять невозможно Зачем прятать секретные машины в храме Где прихожане И почему эти следы тянутся к алтарю Как будто кого-то туда утащили, да? Я что-то не заметил Какие следы-то Ну хорошо Я бы, в принципе, без этих воспоминаний уже все понял бы Я понял уже из как раз Этой записки Две свечи, видите, покорившиеся воле Центрального Святого Я уже понял, что это подсказка какая-то Учитывая еще просто то Что Вот в том помещении мы нашли свечку Она просто бросается в глаза тем, что вот как раз Как я уже говорил в этой игре Мало что можно трогать В отличие от первой части А вот ее, смотрите, можно Я уже подумал, что неспроста Но тогда я не стал акцентировать внимание Просто, ну, вдруг Просто так Ну, короче, я правильно думал Так вот Теперь, видимо Можно Так, отлично, да Адская машина Двигатель работает, огонь горит Я слышу пар внутри и вибрации воздуха Мое сердце колодится в предвкушении того, что одно движение рычага приведет к действию это адское изобретение Но мои дети зовут меня, и я не могу их бросить Ух ты Нифига себе Да блин, сколько воспоминаний Да портал в ад Похоже, у меня нет выбора Итак, я спускаюсь и да хранит Господь мою душу Если это мой бедлам И мне выпала роль Мэттьюса То я Одену эту мантию ради моих детей И встречусь с любым кроющимся под алтарем ужасом Ну что А пойдем в этот ад Мы, наверное, в следующей серии Давайте на этом заканчивать Ну, одно из достоинств игры Это, конечно Все-таки я подмечу, что атмосферность Все-таки круче, чем в первой части Это я скажу точно Надеюсь, оно так и продолжится Потому что, как я говорил к середине В первой части она как-то стала не то Я ничего не говорю, я вообще обожаю первую часть Просто так По моим ощущениям таким Вся атмосферность Жесткая И вообще Что я хотел сказать-то там Блин, из головы вылетел Еще что-то хотел подчеркнуть Но Окончательно все равно говорить рано Будем говорить в конце игры Хорошая игра или нет вообще Это надо ощутить в целом Ну что, всем спасибо, что смотрели Увидимся в следующей серии Всем удачи и пока